Правительство Чувашии рассмотрело сегодня ряд вопросов, связанных с реорганизацией некоторых учреждений и внесением изменений в действующее законодательство. Экономическая ситуация вынуждает корректировать некоторые направления. В частности, будет усилена государственная поддержка инвестиционной деятельности. В целях улучшения инвестиционного и предпринимательского климата для организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, при реализации инвестиционных проектов в стоимости свыше 30 миллионов рублей, предлагается новая форма государственной поддержки, предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания или развития модернизации производства товаров в порядке, предусмотренном, установленном кабинетом министров Чувашской Республики. Министерство транспорта и дорожного хозяйства предлагает объединить управление автомобильных дорог и дирекцию по повышению безопасности дорожного движения. Это не только придаст работе большую адресность, но и позволит сократить расходы на содержание аппаратов. Еще одно интересное объединение педагогического колледжа и механико-технологического техникума продиктовано нехваткой квалифицированных мастеров производственного обучения. В новом учебном заведении эта проблема будет решена, к тому же появятся новые специальности. Обсудили и тарифы на пригородные перевозки железнодорожным транспортом. Сегодня это 24 рубля за 10-километровую зону, при том, что фактическая стоимость гораздо выше. На 2015 год, например, железнодорожники называют экономически обоснованный тариф 89 рублей. Какие тарифы установить для пассажиров, каждый регион решает сам. Но разницу перевозчикам должен компенсировать местный бюджет. По расчетам Чуваше, экономически обоснованный тариф с учетом сокращения плановых цифр меньше 44 рубля. Но и в этом случае стоимость проезда в пригородном железнодорожном транспорте придется увеличить. Мы предлагаем проекту постановления в целях недопущения резкого роста тарифов для пассажиров утвердить на 2015 год тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в размере 27 рублей за 1,10-километровую зону. Проиндексировав действующий тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на уровень фактической инфляции Чувашской республики за 2014 год. Но даже с учетом повышения бюджета Чуваши вынужден компенсировать компании Содружества почти половину стоимости услуг. При этом вновь возникает вопрос целесообразности сохранения пригородных железнодорожных перевозок. За исключением лета, в остальное время года этим видом транспорта пользуются единицы. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.